У нас сегодня выступает русская школа при посольстве. Я хочу чуть-чуть рассказать, чтобы вы вошли в курс того, что мы делаем. Значит, конец 19-го и начало 20-го века был такой творческий взлет в Россию, что русский Феносов Гердяев назвал это время Серебряным веком. Пушкинский век был золотой, а это Серебряный век. Они собирались у кого-нибудь из поэтов на квартире. Тогда были модные салоны, приемные дни, по-французски это называлось «Журфикс». Чаще всего собирались у поэта Вячеслава Иванова. Туда приходили не только поэты и писатели, приходили также актеры, пианисты, композиторы, художники, все творческие люди. И обменивались своими какими-то новыми произведениями, своими достижениями. В нашем спектакле, я его называю спектаклем, потому что это не просто чтение стихов. Ну и что мы будем делать перед вместе с нашими детьми? Не просто чтение, а они стихами общаются. У спектакля разделен так условно на три части. Первая часть – это спор поэтов разных поэтических направлений. Например, декаденты, символисты, актуристы. Они друг другу спорят. Вторая часть – это королевская сценка «Сыроглазый король» называется. В то время было очень модно держать домашний театр и играть не спектакли дома, а какие-то небольшие сценки. Они назывались «Живые картины». И последняя часть – это все о жизни, творчестве и трудностях актеров разных направлений. Вот такая у нас будет постановочка. Я думаю, что что-то интересное вы не найдете. Пожалуйста. Спасибо. Так прочь, в сердце и в мозгу высокий строй эпохи прошлой, Что с современностью пошлой я примириться не могу. Но я бессильно уж не спорю, И вспоминая старину, не столь волнуюсь и кляну, Как предаюсь тоске и горю. То треск огня совсем затихнет, Как будто смерть его пришла, То дрогнет теплая зола, И пламя снова ярко вспыхнет. Тогда тревожно по стенам Толпой задвигаются тени, И лица прежних поколений Начнут выглядывать из рам. Мы разучились летать! Мы тяжело мыслим, Тяжело ходим, Нет у нас подвигов, И хереет наш жизненный ритм. Легкости, Божественной простоты И здоровье нам нужно. Тогда найдем мы смелость Пропеть свою жизнь. И если подлинно поется, И болной грудью, наконец, Все исчезает, Остается пространство, Звезды и березь. Лишь только вечер, Затем их засиний, Лишь только звезды зажгут небеса, И черемух серебряный Уберет жемчугами носа. Попали потихоньку калитку, И войти в тихий сад и когтей. Не забудь потеплее напитку, Круже вам на головку надей. Там, где гуще сплетают залетки, У калитки тебя подожду, И на самом пороге беседки С милых уст кружева титу. Отпали потихоньку калитку, И войти в тихий сад и когтей. Не забудь потеплее напитку, Круже вам на головку надей. Окно мое высоко над землей, Высоко над землей. Я вижу только небо с вечернюю зарею, С вечернюю зарею. И небо кажется пустым и бледным, Таким пустым и бледным. Оно не жалится над сердцем бедным, Над моим сердцем бедным. Увы, в печали безумной я умираю. Я умираю. Стремлюсь к тому, чего не знаю. Не знаю. И это желание, не зная откуда, Пришло откуда, На сердце хочет и просит чудо. Чудо! И пусть будет то, чего не бывает. Никогда не бывает. И бледное небо чудес обещает. Оно обещает. Но плачу без слез о неверном обиде. О неверном обиде. Мне нужно то, чего нет на свете. Чего нет на свете. Когда снежинка, что легко летает, Как звездочка, упавшая скользя, Берешь рукой. Она слезинкой тает, И возвратить воздушность ей нельзя. Когда хотим бы в материках-скитальцах И дать не грезу, а земную пыль. Где их наряд? От них на наших пальцах Одна залет раскрашенная пыль. Оставь палец снежинок с материками, И не губи медузу о песках. Нельзя мечту свою Хватать руками. Нельзя мечту свою Держать в руках. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так. Исхода нет. Умрешь? Начнешь опять сначала. И повторится все как встань. Ночь. Единая ляг канала. Аптека. Улица. Фонарь. А на далекой звезде Венере Солнце пламени и золотистей. На Венере. Ах, на Венере. У деревьев синие листья. Всюду вольные, звонкие воды. Реки, гейзеры, вода падает. В полдень распевает песнь «Свободы». Ночью пламенеет, как лампады. На Венере. Ах, на Венере нет слов обидных в глазах. Говорят ангелы на Венере. Языком из одних только глаз. Если скажут «Е», «А» и «А», «И» Это радостное обещание. «У», «О», «А», «О». О древнем рае золотое воспоминание. На Венере. Ах, на Венере нету смерти терпкой и душной. Если умеряют на Венере, Превращаются пары воздушные. И блуждают золотые дымы Синих-синих вечерних кущек. Или как радостные пилигримы Развещают еще живущих. Горит звезда, дрожит эфир, Творится ночь в пролеты арок. Как не любить весь этот мир, Невероятный твой подарок. Ты дал мне пять неверных чувств, Ты дал мне время и пространство. Играет в мареве искусств Мои души непостоянство. И я творю из ничего Твои моря, пустыни, горы, Во славу солнца твоего, Так ослепляющего взоры. И разрушаю вдруг шутя Всю эту пышную нелепость, Как рушит малое дитя Бескат построенную крепость. Сегодня по пустой поляне, Среди широкого двора Воздушные паутины ткан Блестят, как сети селебра. Сегодня целый день играет В дворе последний мотылёк, И точно белый лепесток На паутине замирает, Пригретый солнечным тюрьмом. Сегодня так светло кругом, Такое мёртвое молчание В лесу и в синей вышине, Что можно в этой тишине Прослышать листиком тюрьмы. Прослышать. Сквозь сеть алмазную Зазеленел восток. Вдаль по земле, Таисиной и строгой, Лучатся тысячи тропинок и дорог. О, если б нам пройти через мир Одной дорогой, Всё видеть, всё понять, Всё знать, всё пережить, Все формы, все цвета Вобрать с себя глазами, Пройти по всей земле Горящими ступнями, Всё воспринять И снова воплотить. Там, где с семьёй Столбились ивы, И пробивается ручей, Одно оврага торопливое, Запел последний золотой. И небо высилось ночное, С невозмутимостью святою, И над любовью земной, И над земной землей. Если не будешь знаменитой, Меня не венчает слава. Ты как на сан архимандрит, На это не имеешь права. Не гумилёк, Не злая пресса, Не назовут меня талантом. Я маленькая поэтесса С огромным бантом. Это было у моря, Где ажурная пена, И встречается редко Городской экипаж, Королева играла В башне замка Шопен, И, внимая Шопен, Полюбил её ваш. Я сижу на сафьяновом Красном диване, За окном Петербургская снежная дата, И я вижу, Встаёт в петербургском тумане Раззолоченный, пышный И милый Версаль. Электрический свет И узоры карниза, Все предметы и люди Чужие вокруг. Я сегодня не я, Я сегодня маркиза, Не сердись на маркиза, Мой ласковый друг. Слава тебе, Безысходная боль! Умер вчера Сероглазый король, Вечер осенний был душен и ал, Муж, мавернувшись, Спокойно сказал, Знаешь, С охоты его принесли, Тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, Такой молодой, За ночь одну она стала седой, Трубку свою на камине нашёл, И на работу ночную ушёл. Точку свою я сейчас разбужу, Точку свою я сейчас разбужу, В серые глаз её угляжу, А за окном шелестят тополя, Нет на земле твоего короля. Я узнала о смерти его, Плакали громко другие, Не сказала я ничего, И глаза мои были сухие. Мама, Завтра будет праздница! Праздник, Жанна, говорят. Всё равно, какая разница, Лишь бы дали шоколад. Будет всё, мой мальчик маленький, Будет даже детский бал, Знаешь, повар старом валенький Утром мышку видал. Мама, ты всегда проказница, Я не мальчик, я же дочь. Всё равно, какая разница, Спи, мой мальчик, Скоро ночь. Субтитры подогнал «Симон» 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 Девушка пела в церковном хоре, О всех усталых в чужом краю, О всех кораблях, ушедших в море, О всех забывших рабисть свою. Так пел её голос, Петящий в купол, И луч сиял На белом плече. Каждый из мраков смотрел и слушал, Как белое платье пело в луче. Всем казалось, что радость будет, Что в тихой заводе все корабли, Что на чужбине усталые люди Свет лужи себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок. И только высоко у царских врат Причастны тайно плакать ребенку О том, что никто придет назад. И голос был сладок, и луч был тонок. Когда крестами стенят ночи, Когда тоски не попорочат, Мы к небесам разбудим очи, Поря молитвы дней и ночи, Чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением Ему улыбнется счастье вновь, Благодарим ли с умиленьем От всей души, всем помышленьем У Божью милость и любовь. Послушайте, ведь если звезды зажигают, Значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки Жемчужиной? И надрываясь, в метелях полуденной пыли Врывается в богу, боится, что опоздал, Плачет, целует ему жилистую руку, Просит, чтобы обязательно была звезда. Звезда тренется, не перенесет Этой беззвездной муки, А после ходит тревожный, Но спокойный наружу, Говорит кому-то, И теперь тебе ничего? Не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, Значит, это кому-нибудь нужно, Значит, это необходимо, Чтобы каждый вечер над крышами Загоралась хоть одна звезда. Перед великой долгой Музыканты исполнили, Что-то полное покоя, Что-то близкое к печали. Скромно плакали гавой, В изляниях постарались, Кружевные лились звуки, В чудных фразах музыканты. Был тихий вечер, Вечер бал, Был летний бал меж темных лиц, Там, где река образовала Свой самый выпуклый изгиб. Был тихий вальс, Был вальс певучий, И много лиц, И много встреч, А кругло-нежно были тучи, Как очертания женских плеч. Река казалась изваяньем Или отражением небес, Едва живым воспоминанием Его ликующих чудес. Был алый блеск на склонах тучи, Переходящий в золотой, Был вальс призывный и певучий, Светло-обейный мечтой. Был тихий вальс, Межлип старинных, И много встреч, И много лиц, И близость чьих-то длинных-длинных, Красиво загнутых ресниц. Я помню вальса, Звук прелестный, Бесенней ночи, Пузнечать, Его белком, Мозни известны, И песня чудная, И я. Да-да был вальс, Да-да был вальс, Прелестный и тонный, Да-да был дивный вальс. Теперь зима, И те же ели, Покрепли с умраком стоят, А за окном шума метели, И звуки вальса не звучат. Где ж этот вальс, Прелестный и тоный, Где ж этот дивный вальс? Бьется вихрем вдохновения По плечам моим и по рукам, По лицу, по волосам, По цветущих рифмами строкам. Я исчезла, Я стеотворение, Посвященное вам. Меня покинул в новолуние Мой друг любезный. Ну так что ж, Шутил, Канатное плесунье, Как ты до мая доживешь? Ему ответила, Как брат, Тут я не ревнуя, Не ропща, Что не заменят мне утрату Четыре новые площадки. Пусть путь мой страшен, Пусть опасен, Еще страшнее путь тоски. Как мой китайский зонтик красен, Натертый мелом башмачки, Оркестр веселый играет И улыбается уста. Но сердце знает, Сердце знает, Что ложе пятая Пуста. Дум влажный ветер висит, Тускнела закатная синева, А я на открытой сцене Говорила прощальные слова. А потом, печально, как нами, Косу свою распила, Приняла безвредного яму, Сдохнула и умерла. Хлопали зрители негромко, Заду шурша не мупал, Я встала. На сцене потемка, Звякнула бракинты бокал. Подымаюсь по лестнице скрипучей, Дома ждет за чаем мать. Боже мой, Как смешно, Как скучно Для ужина воскресать. Он был на пудре и в гриме. Он сказал мне, стоя у кулисы, Я недавно слышал ваше имя У одной нашей актрисы. Кусая свой рыжий волос, Я спросила, Да? Ну и что же? Он ответил, понизил голос, Вы совсем на себя не похожи. Рабочие нам мешают, Тащили картонные скалы. Я думал, что вы большая, А вы детенок малый. И он ушел На сцену, дождавшись знака. А я не знала, что делать, Смеяться мне или плакать. Тоня вышла за виланчериста, Презирает теперь мою гитару семистронную. Я, говорит, как жена артиста, Серьезную музыку люблю и умную. Я говорю, люблю Баха и Григо, А не романсы всякие грязные. Мир звуков ты у меня, Раскрытая книга. И вообще мы с тобой люди разные, Каждый сверчок, Знай сющий шток. Согласись, что это верно сказано. Ты беден, просто потому что недалек. А Володя для меня в сто рублей пальто заказан. Мы не связаны с тобой ничем, Пусть разговор-то будет окончательным. Мой Володя станет вторым вершбиловичем. Ты ж так и пропадешь незамечательно. Я горжусь, что сделала сего подругой. Скоро возьмут филармонию, Вот только осилит контрапункты с фугой И проштудирует слегка гармонию. Ишь ты, думал я на Тонию, дядя, Какие все они теперь гармонны. И гитару семистронную на ладе Распевал на окошке очи черные. И вот однажды, играя в лист, Я услышал, здаившись сколь безбурную, Что сменил карьеру виолончелист, Артистическую, но мануфактурную. Кровь-то все-таки свое взяла. Хоть два раза окрести, а скажется. Против Тони я не имею в виду, Но, сознаюсь, рад немного, кажется. Плачь, Тонечка, теперь, и пусть. Разве я-то не плакал за гитару? Только в сердце шевелится Тревога, грусть, А вдруг пойдет Володя Дорогой в старую. Клоун в огненном кольце, Погут мерзкий, как проказа, И на гипсовом лице Два горящих болью глаза. Все крикливо, все пестро. Мне бы хотелось вызвать снова Образ бледного, больного, Грациозного Пьеро. В лунном свете, с мандолиной, Он поет в своем окне Песню страсти лебединой Каламбине и луне. Когот мерзкий, как проказа, Клоун в огненном кольце, И на гипсовом лице Два горящих болью глаза. В бродячной церкви, Где тоскуют львицы, Где людям весело, А зверям тяжело, Вы в танце огненном Священной белой птице Сбиваете свободное крыло. И вы танцуете, Колдунь ей царица. И вдруг в толпе Подокнутый векстаз Вы узнаете обезьяньи лица, Вечерней публики, Глазеющей на вас. И вздрогнув, Как подстреленная птица, Вы падаете камнем в пустоту. Гремит оркестр, И ярый звон струится, А вас уже уносят В темноту. Огни погасли, Спит больная львица, Дрожит в асфальте Мокрое стекло, И вы на улице. На пять минут царица Волочите разбитое крыло. Над черной слякотью дороги Не поднимается туман. Везут, покряхтывая дроги, Мы полиняла благам. Лицо дневной орликина Еще бледней, чем лепьеро. И в угол прячет коломбина, Лохмотья шитое пестро. Тащитесь, траурные клячи, Актеры, правьте ремесло, Чтобы от истины ходячей Всем стало больно и светло. В тайник душе проникла плесень, Но надо плакать, петь, идти, Чтоб в рай моих заморских песен Открылись дурные пути. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.